всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ данная антонио де карет же работа датируется 1531 году картина представляет собой произведение ренессансного искусства выполненное итальянским художником антонио де карет же антонио аллегри де карет же обычно известный как просто карет же было художником пармской школы высокого итальянского ренессанса считается мастером святотени картина была создана по заказу первого герцога мантуи фредерика второго гонзаль и входила в серию произведений изображающих любовь юпитера предположительная работа карет же должна была украшать стены зала о видении палаце великолепный дворец построены в стиле маньяизма по проекту джулио романа расположен в окрестностях мантуи после смерти федерико второго картина была вывезена в испании известны все подробности дальнейшей судьбы картины сына наследник мастера помпео леоне продал холст императору удольфа второго большому ценителю искусства позже картина стала военным трофеем короля швеции густафа адольф была вывезена из праги в стокгольм во второй половине 17 века творение мастера вновь попала в италии в 1654 году дочь монарха королева кристина уехала в рим взяв с собой холст кареджа после смерти кристины картина данная была унаследована кардиналом шалини спустя года произведение стало принадлежать ливио одескальки герцогу братчана а затем попала к ригенту французского королевства филиппа второму герцогу орлеанскому в конце 18 века картина данная была вновь продана оказалась в англии такая участь постигла большинство произведений искусства из частного собрания орлеанской династии в 1692 работа кареджа стала принадлежать генри холпу носившему титул герцог бежоттер спустя более трех десятков лет картина оказалась собственности был представитель знаменитой итальянской аристократической фамилии 1827 году князь французской империи камила баргеза приобрел ее в париже пополнил свою так называемую римскую коллекцию ну а на холсте изображена фигура героини древнегреческой мифологии данаи дочери царя акрисия правящего аргосин художник запечатлел момент когда прекрасной идеи явился юпитер зевс бог громовержес превратился в капли золотого дождя который крылатый купидон собирает складки простыней результатом любовной связи стало рождение персея с правой стороны картины подножник кровати зритель видит двух маленьких амуров один из них сжимает пухлыми пальцами стрелу при помощи ее золотого наконечника он испытывает на прочность камень проверять таким образом долговечность любовных чувств слева холста расположена окно с видом на дворец искусствоведы говорят что это здание палаццо т летняя резиденция федерико второго построенная в марми ролла небольшом поселении близ монтуи фигура амуров запечатленные на картине данная часто сравнивают с многочисленными образами ангелов которые создал кареджи занимаясь росписью сводов и стен кафедрального собора в парме из окна виден небольшой пейзаж и закат солнца кажется будто красота внешнего мира проникает внутрь и окутывает комнату где находится героиня спокойные умиротворенные оттенки и полутона усилит большинственное сияние которое снисходен с появлением верховного небожителя озаряя обольстительное тело данная нежные очертания фигуры прекрасной девы и белизна простыней словно говорят о том что физическая красота это быстротечественное явление которому свойственно растворяться небытие вот такое описание описание из интернета о работе антони декареджи данная работа датируется 1531 году пока пока до свидания субтитры делал DimaTorzok